А сейчас с нами на прямую связь выходит спортивный комментатор Илья Казаков. Илья, здравствуйте. Вы наслышите? Ну, Илья, добрый день. Да, прекрасно. Как, по-вашему, что грозит сборным России и Англии и Национальным футбольным союзом в связи с поведением фанатов команды? Ну, я думаю, что сборной Англии и английской футбольной ассоциации вряд ли что-то грозит, потому что УЕФА обычно ведет разбирательство дел, если инцидент произошел внутри стадиона. Внутри стадиона английские болельщики ни в чем таком замечены не было. Хотя Гарри Линейкер, бывшая звезда английского футбола и культовый сегодня телевизионный ведущий футбольной страны, он по горячим следам написал, что поведение англичан – это просто позор для страны. Что касается Российского футбольного союза, у нас есть, конечно, не самая приятная история, связанная с отложенной дисциплинацией, с отложенным лишением шести очков в случае каких-то серьезных массовых беспорядков. У УЕФА открыло это дисциплинарное дело во время Евро-2012. И не случайно один из английских журналистов на послематчевой пресс-конференции сказал Сулкскому, главному тренеру нашей сборной, что у России есть уже вот такая угроза лишения шести очков. Главный тренер нашей команды даже сразу его не понял. Надеемся, что действительно слова Виталия Муцова и Вячеслава Ковоскова не разойдутся действительностью, и сборной России будет грозить только штраф. Потому что после вчерашней игры, которая оставила так много позитивных эмоций, потерять очки из-за поведения болельщиков – это было бы слишком обидно. А какие вообще бывают наказания и по каким критериям выбирают наиболее подходящий для каждого конкретного случая? Бывают разные наказания. Может быть, решение очков, может быть, дисквалификация, может быть, закрытие секторов, может быть, денежный штраф. У ЕФА, как правило, обычно очень скрупулезно относится к вопросам безопасности на стадионах и старается делать так, чтобы национальные ассоциации, если полную ответственность за поведение своих болельщиков, в особенности, когда дело касалось раньше организованной продажи билетов. Но дело в том, что именно с этого чемпионата Европы впервые у ЕФА самостоятельно реализуют билеты, а не отправляют фото в национальные федерации, как это было ранее. И, возможно, этот фактор тоже собирает какое-то немаловажное значение будет иметь. Ну вот получается, что страны и их сборные наказывают, а страну организатора турнира никак не наказывают, хотя получается, что она плохо справляется со своими обязанностями? – Безусловно, плохо – это не самое, наверное, самое удобное, самое правильное слово, потому что здесь временами люди говорят о кошмарной организации. Я могу на своем примере рассказать. Я, как переспондент нашего телеканала «Россия-24», забирался со съемочной группой из Парижа в Марсель, и, представляете, на стадионе, на вокзале «Гарри да Леон» не было никакого досмотра вещей, никаких даже рамок безопасности. Я теоретически мог принести в своем рюкзаке что угодно, от оружия до каких-то взрывчатых веществ или ядых амикатов, никому до этого не было дела. И то же самое, когда ты шел на стадион, ты проходил, конечно, через рамку, но это касалось только непосредственно от последнего часа, отдающегося до игры. Ранее осмотр был, но говорить о том, что он был тщательным, конечно же, не приходится. И самое удивительное было то, что когда команды уже вышли на поле и трибуны были заполнены, та фанатская трибуна, на которой сидели болельщики из России, на ней снились английские флаги. И не случайно потом небольшая заварушка сразу после финального треста вспыхнула именно в этом секторе, когда часть российских фанатов стали устроить выяснение отношений с английским болельщиками, которые тоже что-то им отвечали. Ну и самое тяжелое, то, что был взорван какой-то взрыв-пакет в российском секторе на последних минутах игры и два выстрела из ракетницы было произведено на одну и другую центральную трибуну. К счастью, никто не пострадал, но, естественно, УФА к таким вещам относится максимально жестко. Илья, спасибо. С нами на прямой связи был спортивный комментатор Илья Казаков.